Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим цикл бесед, записи, под названием «Во свете Библии» и «Открытым оком». То есть, смотреть так, как Господь повелевает. Это написано книга с числа 24, 3, 15. «Открытым оком». На столе это лежат мои книги. Господь позволил за 9 лет выпустить 38 книг. Это вот Новый Завет. Это вершина всего, что есть, с толкованием полным. Вот оно как. Я к нему как раз обращаюсь. С закладками, как оно выглядит. Вот как первая страница. Это сделано в подарок Путину. Видео послали патриарху. Все эти книги у меня находятся в библиотеке имени Ленина в Москве, в центральных городах, в президентской библиотеке. И у Путина видели в библиотеке, по телевизору показывали. Я считаю, это лучшее издание в мире. В мире. Здесь впервые дается толкование вместе с откровением. Так в одном комплекте оно никогда не выходило еще. А только доходит, как по блаженному фифилакту. А здесь по всем святым отцам блаженному фифилакту в основе. Вот сегодня о молитве поговорить. Мои, если так назвать, видеоролики, предположительно, большей частью смотрят протестанты. Для нас они сектанты. Но смотрят и православные. Но что о молитве сказать? Что мы не знаем, как молиться? Конечно, знаете. Но не помешает узнать итог, как о молитве понимали святые отцы церкви вселенской, которая сегодня известна далеко не всем. Я бы мог это говорить, но мне удобнее просчитать. Потому что тут все закавычено. Кто из святых отцов, когда сказал. И вы можете сослаться. Книги эти достаточно чрезвычайно трудно. Это патрология имения. 300 томов. Вот считаем так. Это тем более все взято из моей книги, которую я издал. Называется «К истинному православию». А то у меня вышло второе издание. Вот она как выглядит. Материал для нее собирался 40 лет. Это о канонах, обо всем церковном, о порядке, о нарушениях. И как нужно понимать. Питание и отдых необходимы человеку для поддержания его физической жизни. Спрашивает Невского. Если не ел, помер. Молитва раскрывает в человеке духовную, высшую сторону его существа. Бог любит творение, любит каждого из нас. Он есть наш Небесный Отец. Как детям свойственно желание видеть своих родителей и беседовать с ними, так и нам должна быть свойственна радость беседовать с Богом и духовно общаться с Ним. Благоговейная беседа человека с Богом называется молитва. Что такое молитва? Благоговейная беседа с Богом. Вот у сектантов и здесь встречается спасибо тебе, Господи. Православному слуху это неприемлемо. Как это спасибо? Да ты спасибо соседу говоришь. Ну нет этого слова спасибо в Библии. Это не библейское слово. Языческое слово и применяю к Богу. Но это тот уровень, на котором не надо ничего разъяснять. Надо чувствовать. Вот тебе и начало молитвы. Вот видите как. Посмотрите Бени и Хин, как там, как они там у Шаповалова, как они молятся. Библию в руки не берут. Валяются, ползают, лают, кричат. Ну дошли постепенно до этого. И зайдите в православный храм. Какое благоговение. И нигде порядка нет. Но у нас в храме, он к нам никто зря не зайдет. Свои люди, а посторонние уже проверены. Все одеты по форме. Просто посмотрите, мы на занятия когда ведем. Это полная тишина. Вот мы заходим в храм, объявление дается за 7 минут до начала. Ну в вечернем богослужении, допустим, в 5. Без 7 минут все обязаны уже быть в храме и стоять. А если опоздал, будет стоять в коридоре. Это мы в частном доме, как бы, большой дом. И 7 минут благоговейного настроя на молитву. Чтобы у батюшки было настоящее огненное служение. Припомнить милости Божьей за неделю было. И возблагодарить Бога. 7 минут полная тишина, а даже не совершаем крестного знамения. Открываются царские врата. И дальше, как обычно, начинается служба. У нас нельзя ходить, выходить. Если вышел из храма, то значит в притворе стоят соглашенными до конца. Это твое дело. Детям не разрешается шуметь. Мы пришли вас благодарить Бога благоговейно. Даже шепотом у нас ни одно слово не произносится. Далее. Душа, соединяясь в молитве с Богом, одновременно соединяется и с духовным миром ангелов и праведников. Вот сектанты этого как будто не знают. У них не молятся, чтобы обращаться. Ангел мой, хранитель спасимый. Нет. Запредельно далеко. Ну как нет? Ну ты веришь, что они есть? Я не слышал. Ну а почему ему не сказать слово благодарности? Это что я тебя сохранил-то? И святые. По словам святого Иоанна Кронштадтского, молитва есть золотая связь человека-христианина, странника и пришельца на земле, с миром духовным, коего он член, и паще всего с Богом, источником жизни. Иоанн Кронштадтский был молитвенник, поэтому он кратко сумел так выразить. Молитва часто сопровождается благоговейными словами и другими внешними знаками благоговения, крестным знамением, коленопреклонением, поклонами и другими знаками богопочитания. Но молитва может быть возносима без слова и других внешних проявлений. Ну есть такая книга Ниеме, когда его вдруг, на него пал глаз, тогдашнего его начальника, царя, отчего ты такой, ты боли? Нет, я, говорит, сильно испугался. Я помолился и сказал. Он не мог там и руки поднимать, может быть и глаза даже не закрыл. Начал отвечать. Но молитва была как связь с Богом. Теперь, Боже, Югова, возьми все в свои руки. И Бог повел этот разговор. Сердце начальника расположилось, царя. Дальше израильский, богоизбранный народ, совершил выход из пленения. В молитве христианин изливает перед Богом всю свою душу. Двоеточие. Прославляет Бога за его высочайшее совершенство. Благодарит за милость, благодеяние и просит о своих нуждах. Надо помнить, что эта земля несется где-то во мраке. Вот пока мы сейчас говорим, это тысячи, тысячи километров со скоростью больше пули она несется. Ну так говорят. Как она окружена этой пленкой атмосферы, какая на земле жизнь. А мы ничего этого не замечаем. Чуть-чуть стряхнет, и все наши знания рушатся. И новый спитак. Словословие самый совершенный и бескорыстный вид молитвы. Ну молитва Отцу Небесному. Мы верим во Святую Троицу. Отче наш, сущий на небесах. 6 глава, 9 стих. Евангелие от Матвея. Считайте. Это молитва к Отцу Небесному. Отче наш, Отец наш. Молитва Иисусова, Сыну Божию. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мя, по-славянски. Господи, на голову кладем персты. Иисусе Христе, ты глава всему здесь, владыка неба и земли. Он глава церкви. Иисусе Христе, через чьего Дева Мария ты получил это имя, родившись. Сыне Божий, как Сын Божий, ты вознесся с правой стороны, одеснуй. Помилуй меня грешного, чтобы на сведе Божьем не стоять на лёгке. Смотрите, изображает это крест Слава Христова. Тут все объяснимо. И поклон. Дальше. Молитва Духу Святому. По-русски я прочитаю. Царь Небесный Утешитель, Дух Истины, Который находится везде и всё с тобой наполняет. Сокровище всякого блага и жизни, податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверной, и спаси благой души наши. И об молитвах Троицы. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святые посети, сели немощи наши, имени Твоего ради. Молитва Ефрема Сирина. Она считается во время Великого Поста в первой неделе. В понедельник, в Троице, в четверг. Здесь все молитвы на русском языке. А в храме считается на церковном славянском. Господи, владыка моей жизни, не дай мне духа праздности, уныния, начальствования, празднословия, сребролюбия. Сегодня сребролюбие выкинули. Ох, зря выкинули. Такое сребролюбие в церкви, а выкинули. А у старобряцев оно сохранилось. Мы оттуда взяли. Дух же целомудрия, смирения, терпения, любви. Дай мне рабу Твоему. Так, Господи. То есть ей, Господи. Царь мой. Дай мне узреть мои прегрешения. И не осуждать брата моего. Ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. Вот что видят святые при всех отпеваниях атеистов и умерших без причастия, без примирения с Богом, через принятие жертвы Христовой. Церковь, как в морг, несут всех. Я не говорю про русскую патриаршию церковь. Вообще не упоминаю. Священники страшно обидчивые и гневливые. Прямо яростно меня преследуют. Поэтому я их совершенно не задеваю. Ну, представим, что это в японской. В японской церкви. Или в финляндской где-нибудь. Ну, туда. Маленько сбавить накал гнева на меня. Так вот. Кавычки. Открывается. А однажды, ходя по городу, святой Андрей увидел, что навстречу ему несут покойника. Умерший был очень богатый человек. Ну, как Березовский. И за гробом его шло великое множество народа со свящами и кадильницами. Почему? А он крещеный был. Ну, крещеный был Берия. Крещеный был Сталин. И так же отпевает и Богоданный вождь. Ну, слова найдутся какие. Но это все внешнее. Со свящами. Старковнослужители. Когда говорит Андрей, он в православном городе Константинополе, ее вроде бы, это вот покров Божьей Матери, когда показывать явлено было. Он это видел. Вот тут уже ничего не скажешь. Это в Константинополе было. Так что русские священники пусть от страха не умирают. Хотя все это как раз к нам написано. Обычные пели погребальное песнопение со святыми у покоя Христе Божий наш. А родные и близкие покойника плакали и рыдали. Ну, жалко. Такая была защита. Он многим помогал. Плачут обычно много очень любовницы его, мальчики, с которыми он любил баловаться. Они любят. Друг другу это помогали. Ну, особенно эта дружба у людей сребролюбивых. Плакали. Видя своими прозорливыми очами, что сделалось с тем мертвецом, святой остановился и стал смотреть. Вот на этом положении я спрошу православные батюшки. Кто знает, что дальше было? По совести. А если вы знаете, что дальше было, как вы можете каждому желать царства ему небесное, царства небесное? О каком царстве можно говорить этому человеку? Глаза-то духовные закрыты. Вы отпеваете, а там дыма-то может никакого и нет, благоухание. Только адский смрад идет. Не русским говорю, нет, их нельзя трогать. Русь святая, неприкосновенная. Ну, это где-то в Португалии молятся. Может быть, католики. И вот, впав на долгое время в совершенное бесчувствие, он увидел духовными очами множество эфиопов, шедших за гробом и громко кричавших. Эфиопами черные, это называется демоны, бесы. Лев Толстой называет черти. Они кричали «Горе ему! Горе ему!». Одни из них держали в руках мешки, из которых рассыпали пепел на людей, окружающих мертвеца. Никто этого пепла не видел. Другие же бесы плясали и бесстыдно смеялись, как бесстыдные блудницы. Никто их не видел. Третьи лаяли, как собаки. Ну, как вот у харизматов сегодня. А иные хрюхали, как свиньи. Ну, это как наше православное пьяное. Мертвец был для них предметом радости и веселья. Он крещеный, Берия, был. Отец Дмитрий Смирнов говорит. Он крещеный был. Сталин был крещеный. Его тоже можно отпеть. Крещеному нужно отпевать. Вот что он теперь увидел. Мертвец был для них предметом радости и веселья. Некоторые из бесов, окружая мертвеца, кропили его смрадной водою. Ну, какая смрадная? Туалетная. Иные летали по воздуху около одра, на котором лежал мертвец. От трупа же умершего грешника исходил удушливый смрад. Но никто этого не видел. Все видели внешне. Какой обед будет? Идя следом за мертвым, бесы рукоплескали, то есть в ладоши хлопали и производили ужасный топот ногами, вот как где-то в театре, в цирке, ругаясь над поющими и говоря. Ну, поющие кто? Церковные песни поют. Пусть Бог не даст никому из вас видеть свет, жалкие христиане, ибо вы воспеваете над псом со святыми упокой души его и при этом называете его причастного всяческому злу, рабом Божьим. Церковь отпевает всегда раб Божий, поминается раб Божий Леонид, раб Божий Борис Тамьерсон, раб Божий. От него смрад идет на всю вселенную. Какую державу погубили? Какой народ на нет геноцидом истравили? Как патриарх Алексей Второй об этом говорит. Раб Божий ни одного дня не служил пьящушкой пройдоха. Это все бесы смеются и говорят. Взглянув вторично, Андрей увидел, что один из бесовских князей с пламенным взором шел ко гробу того отверженного со смолой и серой, чтобы сжечь его тело. Житие Святого Андрея Еродьева 2 октября, страница 47. И главная вина за лжеотпевание падает на корыстолюбивых священников и архиереев, приговоренных Богом к вечной погибели за замену Божьих заповедей вымыслами человеческими. Третий том в настольной книге священнослужителей, страница 601. В салмопеве же Давид хвалился перед Богом. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Псалом 118, сих 113. Святой Григорий Богослов слышал от Бога, «Никогда же не молитесь о нечестивых!» Никогда же не молитесь о нечестивых! На этот раз. Но кто знает, кто нечестивый? Может, в последнюю минуту он покаялся? Такие блудливые, лживые, корыстолюбивые слова говорят это. «Слушать тошнота». Где-то написано «Синоксарий, в субботу мясопустную, в трёй и постной». Это у каждого батюшки есть. Кавычки. «Если кто без покаяния умрёт, неверный в жизни, бы врагом Божиим, такому нет помощи после смерти, как и Давид пишет. Ибо в смерти нет памятования о тебе, ваде кто исповедуется?» Иоанн Златоуст в субботу пентикосную о том, чтобы не плакать об умерших. Вот Иоанн Златоуст это знал, не отпевать. Кого отпевать? Кавычки. «Посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господнюю недостойно, виной он будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьёт из чаши сей. Ибо кто если пьёт недостойно, тот если пьёт осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, оттого многие из вас немощны и больные, немало умирает. Ибо если бы судили сами себя, то не были бы судимы». 1 Коринфян 11, 27, 31. Вот если бы стали люди духовными, отверзгались лжи, ну пробудились священники, повторяю, где-то там в Японии, и вот он пришёл бы там, ну в Японии тоже болеют, в больницу. Так, причина какая, что болеешь? Ну вот там маленько что-то там выпивал, но причины разные у людей. А то, ну и сам не знаю, как тот живот, оказалось, рак и прочее. И вдруг Бабгин Господень явился и сказал, «Нет, друзья мои хорошие, вы болеете, потому что по 1 Коринфян 11 глава, 27-31 стих, вы недостойно причащались, вы же все православные, в храм ходили, у вас же не сектантский хлеб и вино, у вас тело и кровь. И многие больные, немало умирают, вы больны все из-за того, что причащались. И виноен во всём этом батюшка, который вас всех подряд допускал, псов смердящих». Вот тогда они подумают. А вы умирали, умирали, умерли по его вине. Подряд всех, кого бы не привезли, отпоют. Кто бы где ни был, всё наше, рабы Божии. А сатана смеётся и хохочет. В житии Макария Александрийского, 19 января, страница 641, кавычки открыты. Сей же преподобный Макарий рассказывал, дивное и ужасное, а именно, что в то время, когда братья приступали к божественным тайнам, некоторым из братьев Ефиопа влагали горящие угли, а преподаваемый иерейской рукой и тело Христова возвращалось обратно в алтарь. А тех же, кто были достойны святого причащения, бесы отбегали далёко. Между тем, около алтаря с аереем стоял ангел Господень и вместе с иерейской простирал свою руку для раздаяния божественных тайн. Когда правильно, по слову Божию, то священник не один, ангел там, Господь всё совершает. Кавычки. Испосторонний же никто не смел приступать к ним. Деяние 5.13. Иоанн Златоуст предпочитает лучше тело своё отдать на съедение псам, чем тело Христово недостойно прищищающемуся. В описании жития святого Пафнутия Бородского 1 мая здесь все числа у нас идут по старому стилю. Это за май месяц, нужно же я святым взять. Страница 56 говорится в кавычки «Духовные дети преподобного посчитали его и боялись. Князь Георгий расслышал, что когда рассказывал, когда он шёл на исподь к преподобному, у него колени подгибались от страха. А хотя на его земле стоял монастырь, Пафнутий был милостив и снисходителен, но подчас бывал сурок и гневен». Кавычки закрыто. Опять кавычки открывает. «Ты же не проси за этот народ, то есть молитва неприемлица, и не возноси за них молитвы и прошения, и неходатвостью передо мной, ибо я не услышу тебя». Иеремия 7.36 7.16 «Если ошибаюсь, это я просто плохо вижу». Вот. «Не проси, не молись». Сегодня вообще этого преграды нету. Священник уже 51 год. Я разговариваю с ним. «Скажите, а было так, чтобы за кого-то вы не стали молиться? Ну, если он крещен, я обязан молиться». Вот. «Это за обрезанных не положено было молиться». «Ты же не проси за этот народ, и не возноси за их молитвы и прошения, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствие своем». Еремея 11.14 «Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не воспламенится гнев Господи твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской, силой великой и рукою крепкою». Исход 32.11 «Вот грех к смерти. Не о том, чтобы он молился». Есть грех к смерти. А раз не о том, о том молиться нельзя. Нужно узнать, какой грех к смерти. Это можно легко узнать согласно Слову Божию. Первая книга царств. Вторая глава 25 стих. «Согрешает против Бога не только явное хулитель, но и отвергающее, нарушающее Святое Слово Божие вот эту Библию. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». Притча 28.9 «Допуская до причастия всех безрассуждения, священники губят причащающихся, нарушая принцип отделенности церкви от мира и делает свою и молитву народа мерзостью». Вот так. «И сказал еще Господь, «Хотя вы перед лицом мое предстали Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут». Еремея 15.1 «Если человек согрешит против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» 1 Сарс 2.25 То есть существует, и при том мне однажды об этом сказано, моменты, когда молиться нельзя. Так давай, я помолюсь, я помолюсь. Подают милостыни, за всех молиться. То есть это совершенно никогда эта молитва не идет. Молитва, которая обременена уже в самом начале греховным побуждением приобрести, что-то взять себе, она никуда не идет. Она и здесь глохнет. Тем более по-славянски. Молитва бывает в грех. Когда будут судиться, будет Давыдет виновным, и молитва его да будет в грех. Псалом 187 стих. Когда человек приступает к Богу, а сам кому-либо не просил от всего сердца согрешения против него, то молитву тоже Бог не услышит. Кавычки. Прежде, нежели начнешь молиться и приготовь себя и не будь как человек искушающий Господа. Об этом считаем мы в Новом Завете. Ну и об этом же говорится Сера 284, 39, 6, 18, 23. Познав же, что иначе не могу владеть ею мудростью, как если дарует Бог. И что уже было дело образума, чтобы познать чей-то дар, я обратился к Господу и молился Ему и говорил от всего сердца моего. Примудрость 8, 21. Значит, нужно познавать и знать, о чем молиться. А вы, говорит, не знаете, нужно взывать воочи. Молитвы за самоубийц нет. А сегодня пытается этот опровергнутый. Исключение делается только для того несчастного, кто в момент тот был не в своем уме. Правило Тимофея, 14. Как образец всесторонней молитвы за всех во всех случаях, указан в третьей книге Ездра, седьмая глава Брюссельское издание. Там 70 стихов в русской Библии отсутствует. Нераскаянных грешников Бог не слушает. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Господа Бога и творит волю Его, того слушает. Иоанн 9, 31. Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша. И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою. Плач Еремеи 3, 8 и 44. Высшая молитва словословие, ониши, это прошение. А среднее благодарение. Исайя 6 глава. Говоря, благодарим Тебя, Господь Вседержителя, Который еси и был, и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился. Откровение 11, 17. Крыльями молитвы являются пост и молитва. Пост. Одна крыло, а второе это милостыни. Деяние 10 глава. Темная бесовская сила трепещет перед молитвой и постом. Сей же род изгоняется только постом и молитвой. Матфея 17, 21. Молитва да будет непрестанной. Бодрствуйте в молитвах 1 Петра 4, 7. Вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой служа Богу день и ночь. Лука 2, 37. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова Деяния 6, 4. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком и человек Христос Иисус. 1 Тимофея 2, 1, 5. Необходимо, чтобы мы молились не только заученными, заранее написанными молитвами, но и свои желания открывали перед Богом. Филиппинцам 4, 6. На молитве христиане по возможности стояли лицом к востоку и посетил нас восток свыше. Востоком называется сам Господь. Лука 1, 78. Правила Василия Великого, 91. Как желание вернуться в потерянный на востоке рай. Христос всю ночь пребывал в молитве. Лука 6, 12. Как принято доселе во многих монастырях с неусыпающей псалтирью. Будьте постоянны в молитве и бодростой в ней с благодарением Колоссиным 4, 2. Входящие на богослужение в церковь да не выходят до конца всех верных входящих в церковь и писания слушающих, но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца, как бесчиня в церкви производящих отлучать подобает от общения церковного. Апостольское правило 9 Аттихийского собора правило 2 А здесь как проходной двор выходит выходит правило никто не отменял Апостол Павел настаивает чтобы на молитве мужи воздевали руки без гнева и сомнения 1 Тимофея 2, 8 Если не поднимают руки значит в гневе и в сомнении тут толковать нечего историки церковно утверждают согласно записанному церковному преданию что одни апостолские христиане совершали крестное знамение правой рукой Василий Великий правило 91 о предании первые христиане слагали отдельно 4 перста и просертыми одним перстом творили крестное знамение запечатлевая свое тело и все вокруг себя в римском пантеоне тогда насчитывалось около 500 разных божеств идолов на это Иоанн Златоуст насмехает замечать что хотя по названию их было много а в действительности не было ни одного бога и поднимая один перст христиане утверждали веру в единого Господа Бога Вседержителя Творца Неба и Земли когда же возникла ересиария посягнувшая на учение Святой Троицы крестное знамение совершать стали тремя пальцами как ныне молятся в большинстве православных христиан смотри шитее Святого Милетия епископа с возникновением ереси монофилитов и монофизитов утверждавших что во Христе только одна природа божеская или человеческая и одна воля православное сознание утвердило учение о двух естествах и двух волях вот так и молились христиан радуется на форму сложения перстов не указывает ни одно каноническое правило ни один святой отец во времена соборов поклон совершать глубокий если поклон поясной то после крестного знамения наклон тела должен быть такой без подгибания колен что если опустить руку если то есть это не надо проверить себя то она могла бы коснуться пола вот нам я начальник детского лагеря 40 лет привозить детей и научить правильную молиться в течение одного дня здесь люди ходят в храм и как попало крест креститься одновременно кланяется вот так вот это не положено крест ломать ты его еще не сделал и уже отломил неверующее нужно совершить крестное знамение истово чтоб тело почувствовало ткнуть его и потом поклонись руку прижми к себе и поклонись если руку опустить чтоб могла достать до пола дальше земной поклон когда руки голова и колени касаются земли говоря о внешней форме молитвы необходимо помнить что наиглавнейшее молиться духом всякая молитва и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самым со всяким постоянством и молением о всех святых эфесянам 6.18 и когда он взял книгу тогда 4 животных и 24 старца пали перед армцем имея каждый гуси золотые чаши полной фимиама которая суть молитвы святых откровение 5.8 если о чем добром начал молиться молись непрестанно впрочем близок всему конец итак будьте благоразумны бодрствуйте в молитвах 1 Петра 4.7 со слезами он он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благо говение евреям 5.7 это говорится о нашем спасителе Иисусе Христе с какими слезами он молился как кровавый пот стекал из него на землю итак если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь что брат твой имеет что-нибудь против тебя оставь дар там твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим и тогда приди принеси дар твой Матфея 5.23 женский пол да прикрывает голову платком хочу так же чтобы вы знали что всякого мужа глава Христос жене глава муж а Христу глава Бог всякий муж молящийся или пророчествующий с покрытой головой постыжает свою голову и всякая жена молящаяся или пророчествующая с открытой головой постыжает свою голову ибо это то же самое как если бы она была обритая ибо если жена не хочет покрываться то пусть и стрижется а если же не стыдно быть остриженной или обритой пусть покрывается итак муж Муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. А жена есть слава мужа, ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. 1 Коринфянам 11, 3, 10. А голова мужа должна быть прикрыта. Открыта. Виноват. Открыта. Ничего не было. Каждый день являет нам бесчисленное благодеяние. Желаем мы того или не желаем, знаем о них или не знаем. Бог не требует от нас ничего, кроме признательности Ему за все дарованное. Чтобы за это дать нам еще большее воздаяние. Иоанн Златоуст. Научитесь за все благодарить. И этого достаточно будет. Всякое благо, какое имеем мы, всякое добро, какое делаем, есть Божье и от Бога. Поэтому на нас лежит долг благодарить Его за все. За всякое благо, получаемое от Его щедрой десницы. Явное или неявное. За всякое доброе деяние или подвиг. За всякую победу над врагами нашего спасения. Как нам заповедано. За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. 1 Фессалоникий, сам 5.18 Позаботься же возгревать в себе чувство благодарения к Богу. С момента пробуждения во весь день не засыпай со словами благодарности на устах. Потому что ты погружен в Божие благодеяния. В числе которых и самый сон. Преподобный Никодим Святогорец. Все, что имеешь, считай полученным от Него не от других людей, но от Бога. И Ему воздавай благодарность. Ава Исаия. Принесите смертное благодарение Сыну, избавившему нас от рабства, в котором содержала нас смерть за наши грехи. Он запретил смерть и спустил сават, и извел умерших из гробов. Кто в состоянии воздать Ему за благость Его к нашему смертному роду? Ефрем Сирин. Что бы ни было, везде все надо помнить от Бога, и как я его смогу возблагодарить? Мы привыкли пользоваться предметами. Забываешь, что это от Бога. Ну вот книга, бумага, она от Бога. Да химия, она из земли. А вот крест сделанный, железо выплавлено из земли. Это Бог все дал. Бог. Кавычки. Если бы мы имели в себе по тысяче душ, не следовало бы положить все за Господа. Впрочем, и таким образом мы не сделаем ничего достойного Его благодеяния. Хочешь ли иметь, как нужно знать, выражать благодарность? Исповедать свои согрешения. И значит, благодарить Бога. Кто исповедует свои грехи, тот показывает этим, что он сознает виновность в бесчисленных грехах. И только не получил достойного наказания. Он-то и наиболее благодарит Бога. Случится ли хорошее? Благословляй Бога. И хорошее останется. Случилось ли плохое? Благословляй Бога. И плохое прекратится. Мы не знаем, что нам полезно в той мере, в какой Бог знает. Следовательно, получили или не получили, мы должны благодарить Бога. Ярл Тауст. А сегодня нет. Я затеял. Да, и сейчас, прямо и когда-то. Но Богу не угодно может быть это. Надо с этим смириться. Себя бестолку раздражать. Как ты можешь? Ты Бога не видишь? Можешь ли сказать Ему, что ты делаешь? Ему указать или никакого не надо? Кавычки открыть. Как необходимо дышать, так необходимо благодарить Бога в искушениях. Симеон Новый Благослов. И в лишениях, скорбях, каким подвергнемся мы на пути Бога угождения. Кавычки. Следствие молитвы то, что мы пребываем с Богом. А кто с Богом, тот далек от его противника. Григорий Низкий. Молитву делают успешные не голые слова, но добрые дела. Иоанн Златоуст. Значит, делами подтверждается искренность нашей молитвы. Кавычки. Милосердие к ближнему и смирение перед ними в совокупности с чистотой и сердцем составляют основание и силу молитвы. Желающие заняться подвигом молитвы. Прежде, нежели приступить к этому подвигу, постарайся простить всякому, причиняющему тебе какое бы то ни было зло. Первое приготовление к молитве состоит в отвержении памятозлобия и осуждения ближнего. Намереваясь принести Богу молитву, отвергни все помышления и попечения земные. Перед молитвой покони в сердце твоем, фимям страха Божия и святого благоговения. Постарайся умилостивить судью с смирением. Молитву должно совершать с верою, основать ее должно на незлобе. Приготовлением к молитве служит неприсыщенное чрево, освещение попечения мечом веры, прощение от искренности сердца всех обид, благодарение Богу за все скорбные случаи жизни, удаление от себя рассеянности и мечтательности, благоговейный страх, расположение души наиболее сообразуется с положением тела. Даже это надо учитывать. Ноги держать вместе, не переступать, не подгибать колен, руки или скрещены на груди, или опущены вниз, но не сзади. Первые христиане молились крестообразно, простирая руки или в таком же положении распростершись на земле в подобающем месте. Не облокачиваться, не опираться на что-либо, глаза устремленные вверх, вперед или вниз. Но не блуждают, не озираться. Ничто так не способствует молитве, как послушание, умерщвляющее нас для мира и для самих себя, сознание своей греховности, сознание своей немощи, своего ничтожества. Необходимые условия для того, чтобы молитва была милостиво принята и услышана Богом. Стой на молитве твоей, как бы ты стоял перед самим Богом. Игнатий Бричининов. Вот все время нужно Бога представлять перед собой, как бы я это сделал, как к Нему правильно обратиться. Христос дал нам образец молитвы, научая нас, чтобы быть услышанным Богом. Зависит не от множества слов, а от бдительности души. Говорят, могу молиться и дома. Ты сам себя обманываешь, друг мой. Правда, ты можешь дома молиться, но не можешь молиться так, как в церкви, где собрано столько отцов, где возносится мог Богу единодушный глазом молитвы. Ты не можешь так возносить молитву, когда один станешь призывать Господа. Как можешь возносить ее, когда стоишь вместе с братьями, ибо здесь есть нечто большее. Единение многих, союз любви, молитвы священников. Для того и поставлен священники, чтобы молитвы народа, которые могут быть слабыми, соединены были с более сильными, возноситься на небо. Я постоянно молюсь, Господи, соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Преклони колени, воздыхай, моли Господа Бога Твоего быть милостивым к Тебе. Он особенно преклоняется на милость ночными молитвами, когда Ты время отдыха делаешь временем плача. Всякое дело среди глубокой ночи, когда спят все люди, звери и скот, когда Господствует величайшая тишина, Тебе одному бодрствовать и дерзновенно беседовать с ладыкой. Нашли слезы лучше всякой росы. Если душа не будет питаться этой росой, то будет сожигаться во время дня. Получим ли просимое, не получим ли, будем настойчиво в своем прошении, и будем благодарить не только в случае успеха, но и в случае неуспеха. Иоанн Златоустый. Многие в тайне молясь дома делают это для того, чтобы понравится людям блаженных эфилакт. Как не согреется дом дымом без огня, так и та молитва бесцерковная. Ибо церковь называется земным небом. И такое страшное, и грозное, и преславное чудо Божие, каким является церковное богослужение, вы хотите заменить домашним своим пением святой Алексей, митрополит московский. Не оставляй молитвенное правило, чтобы не впасть в руки врагов твоих. Аввай Сайя. Снова кавычки. Наблюдаю установленные часы для молитвословий-то, и не пропускай ни одного из них, чтобы не подвергнуться за это суду. Антоний Великий. Кавычки. Возлюби более поклоны в молитве, нежели псалмопение. Исаак Сирин. Грешнику не должно оставлять молитвы из-за грехов своих, ибо если думаешь, что ныне не достоин приступить к Богу с молитвой, то когда будешь достоин? Надо все время считать, что это последний день. Я много так зачитываю, потому что другого момента просто не будет. Все согрешили и лишены славы Божией. Римлян 3.23. Мать всех добродетелей молитва. Она не только может ощущать и питать, но просвещать. И в состоянии сделать подобными солнцу искренне молящихся. Нил Синайский. Это сила молитвы какая. Кто не прибегает к молитве, тот хотя бы сидел за царским престолом, слабее всех. Когда я вижу, что кто-либо не любит молитвы и не имеет к ней горячей ревностной любви, то мне уже ясно, что он не владеет в своей душе ничем благородным. Никого не встречал ни разу, не встречал, не беседовал. Только сказали, это не верующий, атеист. Я знаю, там ничего великого нет. Великие благомолитва. Если кто, разговаривая с добродетельным человеком, получает от этого немалую пользу, то каких благ не получит удостоившийся беседовать с Богом? Я Златоуст. Как из простого слова, что они могли взять? Во время молитвы не ищи восторгов, не приводи в движение твоих нервов. Не горячи крови. Например, содержи сердце в глубоком спокойствии напротив того, в котором оно приводится с чувством покаяния. Тот, кто желает раскрыть в себе глубокое чувство покаяния, употребляет в орудии к достижению такого состояния краткую молитву, произнося ее со всевозможным вниманием и благоговением. Стремись к стяжанию чистой молитвы, соединенной с чувством покаяния и плача, со вспоминанием о смерти, о суде Божьем, действуя молитвой, воодушевленной плачем. Такая молитва, пламенное оружие, попаляющее страсти, прогоняющее духов отверженных, бничанинов. Страсти, как сказано, суть демоны и уходят от призывания этого имени Иисусовой в Арсенофии. Кто черевает злобою, а молится отче наш, тот призывает на небесного, не небесного отца, а преисподнего, который сам есть лжец и делается отцом лжи и грехов. Григорий Ииский. Есть еще такое. Грешник, если проклинает сатану, то он проклинает самого себя. Нужно иметь опыт молитвы. в молитве быть целиком всем. Не ради Бога только, но ради бессмертности своей души. Если молитвы нет, златоуст говорит, я заранее могу сказать, еще у великого там не будет. Еще не сделаешь. И далее считаем. И далее считаем. Блажен воистину, кто прилепился мысленно к молитве Иисусовой, взывая к нему непрестанно в сердце, как воздух прилежит телам нашим или пламя свечки, так как солнце, проходя над землей, производит день, так святое и доступ поклоняемое имя Иисуса непрестанно, сияя в уме, порождает бесчисленное множество солнцевидных помышлений. Исихий Иерусалимский. И еще. Лучше солнцу прекратить шествие свое, нежели оставить псалтырь. Велика польза поучащейся из псалтыри и считать ее прилежной. Все книги божественные нам на пользу и доставляют печаль бесам, но не одна из них так, как псалтырь. Да не неродим. Молитва должна быть напряженной и усердной. Если долго не отвечает Бог, то для твоей пользы. Он знает, что если получишь, то отойдешь. Даже это и то святые отцы знали. Иной значит просит и сразу это получает. Получает для своих вожделений. Ну, нашел там горшок с золотом. Да и дальше что начинается? Молитва за друзей умилостивляет владыку. Мы делаем себя подобными Богу. И если за друзей, то как мы тари, ибо и они любят любящих их. Молитва – это воздух для души. Противоядие против грехов. Зимой большая часть ночи посвяти молитве. Боясь, чтобы демоны не похитили все. Будешь непрестанно молиться. При потере и ущербе. Повторяй. Бог наш такой, милостивый. Бог и взял. Повторяй это. И угодишь Богу. Бог особенно тогда склоняется к нам, когда не другие, но сами молимся. Иногда дают, ты помолись за меня. Подали там на копейку, и ты помолись за меня. У меня есть такое правило. Ко мне постоянно обращаются. Вот только что сейчас опять по интернету. У меня ответ один. Мы становимся на молитву вместе. Согласны? Ну там молиться за ребенка больного, там бывает жену не прописывают, или что-что-то. Не согласен, вопросов нет. А если согласен, я начинаю сразу учить. Вот сейчас становитесь на молитву. И считайте три святоя. Царю небесный, поочий наш. А после этого совершите три поклона. Божьей милостью будь мне грешным. Создавь меня Господи, помилуй меня. Бесчиславец грешил Господи. Прости меня грешным и помилуй. Сотвори молитву, и ничего больше не бойся. С тобою будет Господь. Господь дает силу верным своим. Иоанн Златоуз говорит здесь о псалтырии, как полезно ее читать. Исаак молился о неплодстве Ревекки 20 лет. А мы же 20 дней не молились. Я уже говорил, что многие, зевая, подтягиваясь и оглядываясь назад, стоят на молитве. Многие просят Бога покарать врагов. И так, одни небрежением, а другие ревностью губят себя. Учит дьявол и добивается своего. Ударишь ли ты раба перед его господином-то, а ты бьешь раба Господня перед ним. Помни свои грехи, бечуй себя. А ты, человек, и сам не слышал себя. О чем ты молился? Молись часто, лежа на постели, ни о чем не думаешь. А здесь, на молитве, тысячи мыслей одолевают. Совершенно невозможно впасть в грех к постоянному молящемуся. Пламень, вознесенный в молитве, может одолеть страсти. Часто повторяй молитвы, согревая промежутки. Молитва против врагов уподобляет пьяной, бешеной старухе. И дерзкой. Молитва за врагов делает язык ангельским. Не уступай первенству в молитве. Прощей твари, солнцу, птицам. То есть раньше встань. Встань, раньше и прославь Бога. Предающийся сну потопляет свою ладью. Если просить ненужного, то и праведника Бог не услышит. Молитва святых имеет великую силу, если мы и содействуем им самим. А у нас молитва прерывается от всякого стука, шума. Или я не зевал, подобно нам. Иоанн Златоуст, об этом написан. Том 1, страница 526. 2, страница 327-410. 454-833. Том 3, страница 42-326-368-371. 469. Том 4, страница 816. Том 5, страница 11-38-59-67-239. 403. Когда вы приходите являться предлецом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали до воры мои? Исайя 1, 12. Пастыри пасли самих себя. Исайя 3, 4-2. Обманывали народ, допускали всех до причастия, без изменения жизни людей. И стало у них словом Господним заповедь на заповедь, заповедь на заповедь. Правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь. И разобьются. И попадут в сеть. И будут уловлены. Исайя 28, 13. За грехи корыстолюбия гневался. Исайя 57, 17. Грехами народа моего кормятся они. Осия 4, 4. Данил 14, глава. Павел 4, подписавший еретические документы в 764 год. И он добровольно сам ушел с этого поста. Проказа съела дом Божий грехом. Ревит 14, 44, 48. Крадут слова мои друг у друга. Лжа пророки. Иеремия 29, 30. Ссылаются не на Библию, но на греховный опыт своих предшественников. Макарий Александрийский, 19 января. Видел пресвитера. Проказа съела его рот так, что виден был затылок. Макарий сказал ему, что исцеление возможно только в том случае, если священник не будет больше совершать литургию. Семен Столпник, 1 сентября, обречил бесноватого священника, говоря, что бес вошел в него за то, что он невинных людей отлучал от причастия. Вот священники очень часто играют причастием. Чуть что отлучу, отлучу. Вот видите, какая проказа уже на них, на отлучателях. Геннадий Патриарх, 31 августа, доказывает, что ненаученный пресвитер не может людей вести к спасению. Шестой вселенский, 14-15 правила нужно смотреть. Имеющий уши дослышит, что Дух говорит церквам. Ей гряди, Господи Иисусе. Откровение 3, 22-22-20. Милостливый Господь напомнил нам сегодня, как нужно правильно молиться. В каком месте, в какое время дня. С кем можем. Но есть молитва такая, порядок, которая застревает. Не молиться с еретиками. Что значит не молиться с еретиками? Мы все заранее знаем, что люди не церковные. Отче наш, я могу с ними прочитать. Нас тут пригласили одни, новая жизнь. Ну, какой-то собеседник. Мы пришли, но вот они говорят, давайте молиться. Ну давайте. Мы сразу вышли в коридор и повернулись в другую сторону. А почему? Потому что вы еретики. И с вами так не положено молиться. Это экуменическое движение. Не надо. Благословен Господь, даровавший нам жизнь через слово свое. Ему слава во веки веков. Аминь.